МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Верхней Бреевки Виктор Ковалев с детства любит играть на гармошке. Музыкальную грамоту постиг сам. Всю жизнь мечтал выступать на сцене, а еще учить детей. Правда, было одно большое, но в Верхней Бреевке не было клуба. Если будут в клубе, которые будут заниматься детки, я приду всегда на встречу и помогу. Таких творческих, искренне влюбленных в дело людей в Приморье тысячи. Сельские клубы для них больше, чем площадка для творчества. Это место силы, общения, вдохновения и жизненной энергии. Понимая это, еще советская власть построила в Приморье огромное количество клубов. Но время шло, некоторые закрылись, некоторые пришли в такое состояние, что заходить туда было просто страшно. Многие дома культуры, не только дома культуры, и библиотеки, и детские школы искусств, и музеи именно в таком состоянии были до прихода Олега Николаевича. А он как крепкий хозяйственник, как человек, эстет, я бы сказала, потому что он заходит и видит, где красиво, где чисто, где современно, где интересно. Благодаря этому, благодаря такому его хозяйскому взгляду и подходу, у нас в три раза выросло с 2018 по 2022 год финансирование в отрасль культура. Вот так выглядел дом культуры в Новонекольске. Построенный в 1962 году до 2018 он практически не видел ремонта. Не лучшая ситуация была в Красном Яре. Прогнили полы, находиться в зрительном зале, да еще на сцене было опасно. Новонекольск, Богатырка, Корсаковка, список поселков и деревень, где умирали центры культуры, можно продолжать очень долго. Изменилась ситуация, когда губернатор Олег Кожемяка обратил на это внимание. Сразу почувствовалась поддержка сферы культуры. Краевое министерство стало активно привлекать федеральные деньги. Если в 2021 выделяли 211 миллионов рублей на культуру, в этом году денег на нее в Приморье получили в три раза больше. Это значит, что есть возможность вдохнуть новую энергию в жизнь на селе. Вот так после ремонта стал выглядеть Дом культуры в Новонекольске. А вот Дом культуры в Черниговке, зданию более 50 лет. Оно все эти годы было главным культурным центром всего Черниговского района. Наш районный Дом культуры, назовем так его, он центральное место нашего села. Здесь проходят различные фестивали, как краевые, так и районные. Мероприятия и детские, и молодежные, и для всех возрастов, на весь вкус, на каждый вкус и так далее. Там, где обновляют дома культуры, жизнь на селе обретает новые смыслы. Мы долгие годы постепенно, постепенно ремонтировали, и все-таки в 22-м году мы закончили полностью всю реконструкцию нашего центрального Дома культуры. Большое спасибо от всех жителей нашего Харольского округа, потому что здесь в Доме культуры собирается очень много и детей, и взрослых. Где-то клубы реставрировали, а где-то, как в Верхней Бреевке, пришлось строить заново. Старый сгорел, как он выглядел, здесь уже и не помнят. На его месте теперь новый, современный и вместительный. Около 100 миллионов рублей на него выделил федеральный бюджет. Местный тоже вложился в проектно-сметную документацию. А еще я хочу сказать, открытый фаб, церковь есть в школе, современная школа, а сегодня клуб, они все говорят о том, что село наше вовсе не умирающее. Оно живет, оно процветает, я думаю, что дальше будет только лучше. В этом центре новое световое и звуковое оборудование. О таком здесь даже не мечтали. Есть все для воплощения самых смелых идей. Только вот творческих коллективов в селе не осталось. Пока есть задумка на первых порах развивать в новом клубе кружки. Их на добровольных началах будут вести сами жители. А это значит, сбудется еще одна мечта местного сторожила Виктора Николаевича. Учить детей музыке, чтобы на их выступлениях собиралось все село. Для меня важно, чтобы Дом культуры был наполнен и библиотекой, и музеем, и школой искусств. Были наполнены жизнью, чтобы под ногами бегали детки маленькие, а тут молодежь, а здесь старшее поколение. Чтобы у нас Дом культуры или библиотека работали не до 18.00, а до 22.00. Чтобы были новые формы работы, интересные. Чтобы меня встречали с улыбкой, чтобы я захотела еще раз прийти. С 2018 года в Край Капитальный отремонтировали 118 объектов культуры. Это не только Дома культуры, это еще детские школы искусств, музеи, театры, библиотеки. И эта работа продолжается.